Я бы хотела ответить на три вопроса, уважаемые коллеги, для себя и для вас, для нашего обсуждения. Вопрос первый. Кто я? Сегодня я не только профессор кафедры, не только методист отдела дистанционных образовательных технологий. Когда-то я начинала все это с 2003 года и приезжала, Галина Васильевна, к вам в Институт дистанционного образования учиться. Но сегодня я, уважаемые коллеги, еще и обучаюсь дистанционно на курсах повышения квалификации у Светланы Валерьевны Панюковой. Вопрос дистанционной образовательной технологии в сопровождении инклюзивного образования. Одновременно я сейчас выполняю задания на портале образования на русском, созданный очень хороший ресурс Институтом Пушкина. Ну и дистанционно прохожу курсы профессиональной переподготовки для получения диплома преподавателя информатики Московской Академии профессиональных навыков. К чему я все это говорю? В современном мире любой преподаватель, учитель, педагог – это действительно человек, который постоянно учится и учится, используя всевозможные программы, платформы. Я здесь вот поддержу предыдущих докладчиков до обеда. Валентина Шамшович выступала, говорила о том, что непрерывное образование – это вообще характеристика современного педагога. Я поддерживаю мнение Марины Вайндорф-Сусоевой, профессора из Москвы, которая обращала внимание на риски, связанные с информатизацией, конферизацией и мукизацией, как она сказала, да? Ну, в хорошем смысле слова, наверное, муки нужны для того, чтобы что-то получилось хорошее. И да, что я могу сделать для того, чтобы все-таки качество образования оставалось высоким, чтобы вот как-то наша жизнь была не только интересной, но и продуктивной. Вот я в эти дни нахожусь под впечатлением прочитанной книги Клауса Шваба, если вы знаете, наверное, читали, слышали о четвертой промышленной революции. Очень интересная такая книга, книга экономиста, философа, менеджера, ну, во всех направлениях очень трудно. Он очень хорошо представляет вот цифровую революцию и те происходящие события, которые характеризуют наше общество. И вот он очень верно такой термин употребляет, что современные технологии, в том числе цифровые, они в какой-то степени приносят нашу жизнь, вот иногда даже разрушающие, что ли, действия. И вот эти инновации, о которых говорила и Галина Васильевна, говорили предыдущие коллеги, они иногда просто ломают, разрушают или подрывают те ценности, которые у нас есть. И это касается образования тоже. Традиционная педагогика, традиционный формат обучения, фейс-то-фейс, мы говорим, да, он буквально разрушается. И иногда мы в погоне за компьютеризацией, погоне за вот этим цифровым присутствием педагога и преподавателя и студента можем забыть о классике нашего жанра. И вот я бы хотела обратить наше внимание, первое, что все-таки вот эти инновации, они, конечно, нужны, мы без них не обойдемся, об этом тоже, конечно, говорили коллеги. Ну, действительно, мы сейчас присутствуем в интернете, вот даже сегодняшняя прекрасная конференция, и здорово, что я могу, находясь в Лануде за несколько тысяч километров от Томска, участвовать и слушать все доклады, учиться дистанционно. Но при этом это цифровое присутствие иногда приводит к таким проблемам, как приобретенный аутизм. Мы можем наблюдать проблемы, связанные с утратой традиционных каких-то форматов общения между людьми, даже родными, не только обучающимися и обучаемыми. И вот я хочу обратить внимание на, прежде всего, попыталась их составить, эти позитивные последствия, конечно, цифровой революции. Вы о них говорили, и мне очень тоже импонирует то, что мы можем быстро, на ходу буквально учиться. Я помню, я впервые в 2011 году была в Германии на стажировке в Бохомском университете, и мне поражало, как студенты могут, гуляя, прогуливаясь в ботаническом саду русского университета Бохома, выполнять тесты, тут же опаздывая на занятия, отправить тест. И сейчас это приходит к нам в наши университеты, я думаю, что это хорошо, и то, что мы можем пользоваться результатами вычислений в отношении педагогики, успеваемости, это все очень хорошо, портфолио. Тоже вот то, что говорила Галина Васильевна, электронная информационно-образовательная среда в нашем университете тоже, она представлена разными сервисами. Один из них это личный кабинет, очень удобно все это выполнять, делать, но есть, уважаемые коллеги, еще негативные последствия этой цифровой революции, о которых тоже говорили, я хочу вот, ну, просто прокомментировать. Вот первые негативные последствия, прокрастинация, кстати, об этом слово так достаточно хорошо я проработала, обучаясь на портале образования на русском. И очень там хорошо прописана вот эта ситуация. Кстати, могу прокомментировать, вот если тут есть те, кто обучаются на портале вот Пушкинского института образования на русском, очень хорошее задание. Вот как раз и передо мной Агапова Ирина, по-моему, да, Нина Агапова выступала, говорила о заданиях. И вот на портале образования на русском очень интересные задания, такие вот серьезные, ну, просто интересные, но там не хватает заданий для живого общения. Вот то, что вы делаете, Нина, я думаю, что было интересно, что вы поддерживаете связь со своими слушателями, это очень хорошо. Так вот, вот эта прокрастинация, зависимость, ну, вот нарушение нашей конфиденциальности, все это, конечно же, негативно. Ну, вот еще более серьезные риски или последствия, о котором говорила профессор из Москвы Марина Маиндорф-Сусоева, действительно, когда преподаватель садится проводить онлайн занятия и при этом использует традиционные методы общения, когда он не может дать достаточно экспрессии, не может достаточно обеспечить интерактивность, вот эта проблема. И более того, мы тогда превращаемся не просто, ну, преподаватели, которые не могут организовать обучение, совместительную работу, мы вообще превращаемся в преподаватели, которые затрудняют это обучение, если мы создаем такой вот неинтерактивный курс. Буквально вот в марте месяце моя аспиранка прошла предзащиту по кандидатской диссертации, посвященной проблеме формирования КТ-компетенции студентов в интерактивной электронной информационной среде. Вот там она как раз пытается обосновать, доказать, что вот эта среда, в которой мы помещены все сегодня, она обязательно должна быть интерактивной. Это вот, ну, настолько четко, что вот, ну, это априори, это уже закон даже, правила, которые нельзя обойти. Я здесь хотела обратить внимание, что, конечно, то, где мы находимся, то, что мы делаем в онлайн-обучении, в муках, необходимо постоянно возвращаться к каким-то традиционным ценностям. И я думаю, что вот цитата, высказывание академика Никиты Моисеева, которого в августе этого года исполняется, кстати говоря, 100 лет, наверное, вы знаете, он очень хорошо сказал, что нам нужно найти какие-то императивы, нам нужно как-то обезопасить и не дать прорваться вот этой вот цифровой волне в те ценности, которые мы имеем в образовании. И поэтому я обращаю внимание на то, что то образование, вот как образование создания образа, лика, личности, живого человека, все-таки мы должны искать вот эти вот императивы, передачи традиционных ценностей. И здесь я очень интересный доклад нашла профессора Кишера Синха, вы знаете, слышали, я думаю, это постоянный докладчик ЮНЕСКО об образовании, он постоянно интересно очень исследование проводит. И вот он говорит о том, что цифровые технологии должны дополнять. И вот здесь я очень четко могу его поддержать, вернее, очень четко могу обосновать вот в своей докторской диссертации как раз я обосновывала принцип дополнительности как фундаментальный принцип вообще в педагогике современной. И вот на основе этого принципа дополнительности мы вывели, ну, такое научное понимание известного сленга blended learning, интеграция технологии аудиторного, традиционного и электронного инновационного обучения. И в этом смысле вот я думаю, что нам нужно двигаться. Я знаю, что в Томском госуниверситете в вашем институте вот обращается большое внимание вот развитие этих технологий blended learning. Я думаю, что это очень правильный подход. Вот то, что мы должны готовить новых педагогов, это педагоги, которые хорошо владеют цифровой культурой, да, они виртуозно создают курсы, создают презентации уже не PowerPoint, а Frezi. Хорошие IT-специалисты, но научить их тому, чтобы они могли передавать личностное знание, неявное знание, импровизировать, достаточно экспрессии, да, заканчивая, чтобы было. Поэтому вот я думаю, что одно из важнейших направлений педагогики сегодня это возрождение человека культуры. И вот я бы добавила в атлас новых профессий подготовка гуманитарной культуры цифрового педагога. Спасибо. Продолжение следует...